Актриса Анна Якунина почти не даёт интервью. Она – женщина-загадка. Эксцентрична, независима и темпераментна. Мечтала стать балериной, но поступила в ГИТИС. Отдала Сатирикону много лет, но потом оставила Константина Райкина и ушла к Марку Захарова. Она играет в лучших спектаклях Линкома и не стыдится съёмок в хороших сериалах. Сегодня в нашей программе мы узнаем, как повлияла Баба-Яга на творчество актрисы. Почему Коще Бессмертный превратился в старика Пахабыча. И как неожиданно Анне Якуниной довелось поработать в Склифе. Вот, Ань, ты просто такая острохарактерная, с резким голосом. Ну, скажи честно, у тебя всегда был такой голос? Нет, кстати. Одна моя подруга, которая долго со мной работала в юности в театре, может быть, даже ты её помнишь, Настера Попорта. Да, конечно. Она, по-моему, ехала прекрасно в другие миры. И вот она как приехала, посмотрела спектакль и сказала, Якунина, откуда у тебя стал этот голос? Ты что, прокурила всё? Ты что, много куришь? Я говорю, я не знаю, что произошло. Я действительно, у меня этот голос откуда-то появился. Я не была такая низкоголосая. Нет, мало того, что низкоголосая, но он у тебя такой прям какой-то резкий, скрипучий, запоминающийся. Ты что, себя готовила в «Голубые героини»? Нет, никогда не готовила себя в «Голубые героини». И вообще в «Героини» ни в какие не готовила. И вообще прекрасно понимала, что я острохарактерный артист. На самом деле, никогда никаких иллюзий... То есть с самого начала, да, ты себя мыслила такой? Да, как я в институте. Баба-Яга в тылу врага. Баба-Яга – это же мечта моя роль. Я даже её сыграла. Недавно в кино? Да, в детской сказке. Ну, правда, Баба-Яга, конечно, сильно современная, не так, как классически Баба-Яга. Но, тем не менее, в моём репертуаре по сложному списку есть роль Бабы-Яги. А я тебе скажу, мало кто может похвастаться сейчас Бабы-Ягой. Нам бы, бабуля! Ну, чё ты дразнишься-то? Ягуля, узнать, где волшебная флешка, и мы бы эти геймеры раз-раз-раз приструнили бы! О, молодец! Это я не знаю. Как это? Ты знаешь, какая суета началась по всему Тридесятому царству? Когда эти супостаты волшебство отбирать стали. Вот чё куда попрятали? Мне интересно, ты когда снималась в роли Бабы-Яги, ты посмотрела канонические образы всех бабок-ёжек в нашем кинематографе, начиная с рассказа Кроу, да, Миляр и так далее? Ну, собственно, вы только Миляра, мы все Бабы-Ягой представляем. На красавицу-ягу наглядеться не могу. Кто? Любимая моя! Я! Я! Сейчас нам кажется, что Миляр – идеальная Баба-Яга. А более полувека назад режиссёр даже не мог определиться, какой должна быть старушка – уродиной или красавицей. И режиссёр далеко не сразу утвердил Миляра в этой роли. Но актёр оказался убедителен. Не женская эта роль. Вот скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? Гримёр только отвернётся, а она тут же реснички себе подрисует. Да и физически это тяжело. А я всё стерплю. Он называл себя стариком-похабычем, придумывал всякие фривольные стишки, отпускал дерзкие реплики. А посмотрите внимательнее на его Бабу-Ягу. Бабуся такие неприличные жесты себе позволяет. Иван явился, неждан, незван. Повернул избушку, разбудил старушку. При этом он всегда оставался настоящим французом – Демиляром. Сын французского дворянина ел ливерную колбасу и чёрствый хлеб. 30 лет носил одно и то же пальто и жил с матерью в московской коммуналке, которая до революции была квартирой его семьи. Окажись он вовремя во Франции в эмиграции, Луи де Фюнессу пришлось бы столкнуться с серьёзной конкуренцией, учитывая явный комический талант Миляра. Не сбылось. Что ж, зато отечественный кинематограф обрёл образ канонической Бабы-Яги. А скажи, а сложно играть Бабу-Ягу? Ну, так как я играла её, конечно, современную Бабу-Ягу, это немножко всё, конечно, псевдо, естественно, нет. Мне кажется, что это для характерной артистки прям кладезь. Ну что-то, здорово же. Я бы ещё собралась, предложили. Ну вот скажи, вот если бы тебе сказали, Аня, вот тебе сказка Ру, ты классическая Баба-Яга. Ну что бы ты себе там челюсть отодвинула? Ну классическая Баба-Яга, я была бы ряженая сейчас, мне кажется. Потому что всё равно я ещё, надеюсь... Ну каким голосом ты говорила, например? Своим. Своим. Не меняю. Ну это уже ряженая. Если бы я не телоаклизистка является, это было бы уже, мне кажется, неинтересно. Ну ничего, Баба-Яга. У меня достаточно характерная внешность, достаточно характерный голос, чтобы не утрировать это. У тебя всегда была такая трезвая оценка относительно себя? Да? Правда? Да? Да, правда. Редкое явление среди артисток, очень редкое. Редкое, я знаю. Меня даже иногда спрашивают, как у меня с тщеславием. Знаешь... А вот как у меня с тщеславием? Как у меня с тщеславием, это, наверное, плохое для артистки качество. У меня нормально с тщеславием. У меня нет фанатичного тщеславия. То есть я думаю, делать, что должно, и будь что будет. Просто надо делать. Я вот пришла к такому выводу для себя. Дайте мне, дайте мне. Я такая, я другая. Я же сама себя трезво смотрю на экране. К сожалению, не могу себя видеть на сцене, только на записях театральных. Я вижу. Я вижу это всё. То есть, когда мне говорят, вы не героиня, я хотела бы героиню, но визит дамы, грубо говоря, вот это характерная героиня. Тогда я кайф получаю. То есть я не хочу, так сказать, быть хорошенькой. Мне уже нравится со стороны своего возраста характерная героиня. Мало характерных артисток, которые не мечтают быть героинями, и сыграть главную роль. А визит дамы не главную роль. Нет, лирическую такую. Ну какая лирическая? Я что, я не дюймовочка. Я говорю, нет у меня по этому поводу сильного тщеславия и сумасшествия. Более чем беспутная! Я за их грехов не отказываюсь! Была! Грешила! И несколько раз! Ой-ой-ой! О! Ну я мать! Мать, нашедшая дитя свою! Дитя мою! Где ну? Это не оно, братья и господи, сынок! Как ты попала в Сатирикон? Просто, на самом деле. Пришла? Сама пришла, постучала, сказала, возьмите меня, я хороший характерный артист. Как все ходят с курсами, все показывались. То есть после показов, да? После показов, да. Я даже помню, такой показ был долгий, какой-то длительный, какой-то скучный показ был. И я играла с двумя зайцами. Так. А, прекрасная вещь. Да, да, прекрасная вещь. И так долго это было все скучно. И у меня отрывок начинался со слов «Боже мой, какая тоска!» Ты была убедительна. Я была очень убедительна. Я там сказала эту фразу, услышала Костин смех, и сразу получила такой драйв. И отрывок валился, и очень все произошло просто. И сразу после показа пришла в труппу. На самом деле, я не могу сказать, что прям выбирала какое-то количество театров. Я лучше студенткой плясала в «Исусе Христе» в театре Моссовета. И меня приглашали в Моссовет в тот момент, когда вот студентов набирали. А почему ты не осталась в Моссовете? Вот все-таки театр с историей, с репутацией, много знаменитостей. Так на то время еще было. Ты знаешь, мне кажется, вот на тот момент, поскольку я была двигающаяся артистка, я все-таки пластичная, я училась в графическом училище, на самом деле, до этого. Я все время, мне казалось, что это настолько мое, это такая моя природа, что у меня не было вот каких-то выборов. Мне туда хотелось. Шли тогда служанки, все болели. Был такой прям флеру театра шикарный. Роман Виктюк поставил пьесу французского интеллектуала Жана Жанэ-Служанки в 1988 году. Сделал он это вопреки рекомендациям Минкульта, недовольного тем, что режиссер, следуя воле автора, все женские роли отдал мужчинам. Можно сказать, что именно служанки положили начало новому театру, который раскрепостил сознание советского зрителя. Это был манифест Романа Виктюка. Он как бы сказал публике, «Все, что в тебе есть, имеет право на жизнь. Ничего не подавляй, ощути себя свободным». Тогда это был шок, сенсация, события, явления, но еще разрешалось. Скандально известному депутату Милонову в те годы было 14 лет. ПЕСНЯ 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 СЛАДКИЙ ПЕСНЯ 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 А сейчас это уже там бутылусовских сколько появилось новое, так сказать, такого мяса. Поэтому я думаю, что все сложилось так, как оно должно было сложиться. Как тебя принял Ленком? Меня Ленком принял очень хорошо. Очень тактично. Ты помнишь свой первый выход? Помню. Помню даже выход свой первый на репетицию. Меня все трясло, потому что я была на гастролях в Екатеринбурге, кстати, с театром Вахтангово на тот момент. Я играла вместо Машки Ароновой. За двумя зайцами? Нет, играла амфитрион. И вот это как раз период. Я из Екатеринбурга прилетела с утра. То есть ты его, извини, выручала Аронову, получается, или театр Вахтангово? Я выручала Аронову в театре Вахтангово. Во, какой замес. И уже была приглашена сюда Марк Анатольевичем. И вот мне с утра, я лечу с самолета, звонит завтрубка Георгина, говорит, они вот срочно должны явиться на репетицию его банка. А я уже опаздывала на репетицию. Опоздать Захарову, это уже просто страшно. И вот я помню, я влетела на репетицию. И вот просто влетела, не успела сесть на стул. Он говорит, Александр, вперед. Как артистка ответственная, я уже знала, конечно, весь текст. Я там всю ночь уже это штурировала. И вот от мандража и от нервов, я бы так пошло. Глокира просто у меня понеслась пуля. Я просто всю сцену сыграла, как будто уже завтра готова к премьере. Безостановочно. И... Кого была реакция? Реакция была прекрасная. То есть... Тебе аплодировали студенты, тебе подарили брошь? Брошь мне не подарили, но Марк Анатольевич умеет сказать какие-то такие слова. Думаю, как и плохие, так и хорошие, что ты либо все, ты не можешь ничего, либо ты просто ощущаешь себя королевой. Вот в тот момент я... было такое ощущение победы, это у меня получилось. Далее в программе. Мы узнаем, почему спектакли театра Ленком не устаревают никогда. И поймем, чью фотографию Анна Якунина долгие годы хранила под стеклом в своей гримерной. Ну вот главный твой партнер, Александр Викторович Збруев, он случайно не устраивал дедовщину на сцене? Это такое уважение к партнеру со стороны Збруева. Это такая культура сцены. Это просто... Во-первых, я его так обожала всегда. Конечно, такой... Вечный мальчик. Он мужчина. Вечный. Потому что он удивительно относится к женщине, удивительно относится к партнерше. Он не забывает сказать об этом, о своем уважении. Он импровизирует на уровне тоже огромного профессионализма. Не то, что хулиганства на сцене. Он умеет культурно импровизировать. То есть у него есть такая форма существования. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. И вот в этом, так сказать, контексте жесткого рисунка он умеет импровизировать фантастически совершенно, не выпадая из рисунка. Ой, он потрясающий партнер для меня. Просто потрясающий. То есть здесь лучший? Или за всю твою жизнь лучший? Ну, с таким масштабом артиста на сцене, как Збруев, я встретилась впервые в Абанке, наверное. Поэтому для меня он, конечно, наверное, лучший. Ну, дай свеки на счастливый билет. Счастливый билет. Причем я Александру Викторовичу такую хулиганскую историю рассказала только недавно. Я его так обожала, ну, как все девочки всегда были влюблены в Збруева. Мне в сатириконе девчонки под стол, под стекло положили его портрет. Так. Збруева. Говорит, на, отец твоего. И вот он меня все эти годы работал в сатириконе, всегда... Иконка. Как иконка лежала на столе. Я ему никогда не рассказывала, а сейчас рассказала. Он говорит, ну, ладно, перестань, ну, перестань, ну, ты шутишь. Говорит, это правда, Александр Викторович. А теперь я с вами играю. Ну, и как назвать этот мертвый? Я ума не предложу? Фантасмогорье это. Точно фантасмогорье. Вот фантасмогорье. Точно. Вы прямо один голос со мной. Хотя раньше такого не слазала. А может быть, в лорфе думают. Пусть их обманывают друг друга. Вам бы еще поддакнуть, он за внучкой ничего не пожалеет. И потом, да, тысяч пять-шесть. Ну, как и это. Ну, больше и не следует. Денег, конечно, дать можно, обещаний никаких. Я и слов на ветер не бросаю. Ну, вы отец родной встаранье будете. Лгать буду я, я же все время лбу. Разве не заметил? Заметил, заметил. Но я в это дело не войду. Не, не надо вам вхалить. Я одна Слава Мироновича потолкую. Потолкую, так что моей репутации ущерба не было. Ну, сама, девочка, что мне учить-то? Ань, в кино у тебя ведь, ты не сразу начала сниматься. Это хорошо или плохо, что ты пришла туда более зрелой актрисой? Ну, хорошо или плохо, не знаю. Не мне судить. Главное, что я пришла. Да, но сейчас у тебя ведь, вот я посмотрела, у тебя в работе сразу несколько картин. Да, четыре проекта сразу. Ну, счастье, здорово. Я в работе. Ну, стоп, он прекрасно. Скажи, вот у актрис твоего поколения, конечно, это ваша беда, мне кажется. И у актеров, и у актрис. Большой провал вот в кино. В том смысле, что нет такого кино, нет такого фильма, когда можно достать из кармана эту козырную карту и сказать, у меня был такой фильм, после которого мне, может быть, ничего не нужно или не страшно. Вот у тебя был такой фильм? Нет, у меня не было такого фильма. Несмотря на большое количество названий даже? Да. Все равно, я не могу. Ну, это же все-таки, так сказать, сериальная жизнь, сериальная история. Вот скажи, если говорить о закулисной части, конечно, это хорошие деньги, но это... Это адский труд, на самом деле. Это адский труд. Я столкнулась уже неоднократно с этими большими проектами. Вот сейчас «Поцелуйте невесту» 60 серий, это тоже в день по 20 сцен. По 20 сцен, и это все диалоги, это все говорильные. То есть, во-первых, 20 сцен, ты должен практически каждый вечер новых знать наизусть. Это уже работа достаточная. А разве, прости, а разве на съемках сериалов нету суфлера? Нет, ну что это такое? Ну, суфлера, это, ну, возможно, есть для артистов, которые, может быть, уже плохо помнят текст, наверное, есть какие-то помощи. А я почему-то думала, что именно от того, что такой скоростной режим съемок, и артисты не успевают выучить эти примитивнейшие идеологии. Нет, ну вот когда артисты, кстати, не успевают выучить эти примитивнейшие идеологии, я отношу, честно говоря, к дилетантству. Вот я вообще ненавижу дилетантство. Вот это единственное, что я ненавижу в профессии, это дилетантство. Это относится к профессии. Если ты не можешь выучить эти 20 сцен, и ты не можешь их профессионально отработать, и из-за тебя задерживаются смены, я считаю это непрофессиональным. А ты много с этим сталкиваешься? Много. Меня это бесит. Это единственное, на что я раздражаюсь. Почему я, например, всю ночь, я не могу прийти на съемочную площадку. Но ты можешь это устроить, ну не скандал, но во всяком случае разборку такую. Нет, ну скандала не могу, я не устраиваю, но я безусловно злюсь. И меня это ужасно злит. И я знаю, как благодарна группа, когда артисты не задерживают группу, когда они работают профессионально. Если на сцену выделено определенное количество времени, ну что же я буду на два часа из-за незнания текста? Ну это же моя работа, в конце концов. Аня, вот скажи, 20 сцен за смену. Вот что это такое? Вот что это? Кроме того, ужас-ужас. Это ужас-ужас. Это ужас-ужас. Это такой формат. Это ужас. Да. Это ужас. А как ты себя чувствуешь вот после этого? Ну я вообще ужасная рабочая лошадка. Дико работоспособный человек. На самом деле. Мне работать и работать со мной можно. То есть на тебе пахать и пахать? На мне пахать и пахать. Вот это, я не знаю, хорошее ли это качество, плохое ли это качество. Но я, сказано-сделано, конечно, чувствуешь себя никаким. Конечно, ты измочальный, ты усталый. Но если она это подписалась... Слушай, ну убери это куда-нибудь. Ну что это все стоит? Все, ну убери уже куда-нибудь это все. Слушай, не сама же я понесу это домой. Сейчас приедет, Димка заберет. Ладно, хорошо, заберет. Смотри сюда. Значит, этой стены не будет. Будет встроенный шкаф. А в этой нише вот книжные полки. Супер. Я бы вообще так не додумывалась никогда. Ты хочешь сказать, что все это придумал, Александр? Ну да, глядя на план БТИ. Причем в машине за пять минут. Пока в пробке стояли. Это еще не все, смотри. Войдите. Можно? Ой, Димка. Привет, девчонки. Привет. Привет. У меня только 15 минут. Лен, что забирать? Вот эти две корзинки. На летах Кира себе уже все отобрала. И вот тут есть твой любимый сыр. Ух ты. О, класс. Вкусно, Дим? Угу. Хорошо Серивана устроилась, правда? Угу. 50 человек в очереди, и все со взятками. Как вкусно? Это ты с сердцем не имеешь в виду? Ну, брось ты, Кир. Ленка умеет лечить, они умеют выращивать коз. Или овец, кого там, я не знаю, с чего они это делают. Это знак благодарности, не более. Ладно, лучше в деньгами. Ну, Кир, ну что отнесешь, а? Ой, ладно, все забудьте. Я вся в ремонте. У меня там 200 должна, а тут 300. Я вся за шорей. Не обращайте на меня в него. Я вообще в домоваренном состоянии. Мне ремонт не поможет. Не поможет. На, я тебе вот покажу. Смотри, какая красота. Вот из всех твоих сериалов, какой для тебя был самый, ну, если мы можем так ставить вопрос уже в наше время, какой был самый такой творческий, самый интересный? Именно сериал? Ну, сериал, ситкомы. Ситкомы я люблю, во-первых. Вот, должна сказать. Ситкомы я люблю, во-первых. Люблю. К тому же я к ним, вот ситком, это снимается в ситкоме, что ж тебя занесло в ситком, почему ты пошел заниматься в ситкоме. А я люблю. Мне нравится. Мне нравится. Мне этот формат вообще существования очень нравится. Но, если говорить о Склиф, который на самом деле принес мне вообще какую-то, сказать, популярность, а меня хотя бы стали узнавать. Да, меня стали узнавать на улице. Меня просто очень часто не узнают. Это, когда я что-нибудь скажу, мне говорят, ой, я вас по голосу, уже неоднократно. Я вас со спины. Я вас со спины. Поэтому с Склифосовским мне приносит до сих пор удовольствие. Потому что, ну, вроде бы, ну, начиналось, ну, сериал про врачей, ну, ничего особенного. Вот все должно сложиться. Компания подобралась прекрасная. Кто? Во-первых, Аверин, с которым все-таки я дружу и дружу, так сказать, много лет. А он уже работал тогда в Сатириконе, когда ты была? Он позже. Максим пришел. Но мы уже с Сатирикона, конечно, дружим вместе. Во-первых, Максим, с которым, естественно, работать, с человеком, который ты на одном языке, один юмор. Мы можем придумывать сами тексты. Мы очень много придумываем на Склифе сами. От этого большой кайф. Просто придумываем. И вообще компания артистов, замечательная компания, сложилась. Я отдаю вам сердце навсегда. Красавица, когда мне ждать свиданий? Боже, какие поэтические вечера. Когда смогу насладиться вашими... Минхерц, эсказмо, там вас просят немного поработать. Очень просят. Си, амиго мио. Не шалите здесь. Интересно, чем он тут шалит? Шоколадки. Боже мой, как же ты его третируешь, третируешь. Люблю тебя. Ты ну тебя давно ли? Всю жизнь. Эта роль Нины, ее не было практически. Почему я ее так люблю? Поскольку она мной придумана вся. Поэтому ее могло вот вообще не быть никакой этой Нины. А вот я ее обожаю за то, что я придумала ее сама. А потом уже она стала писаться от меня. От меня. Не я уже играла то, что написали мне сценаристы, а все-таки уже стали писать под меня. Иногда для актера самое сложное не сыграть, а вжиться в образ той роли, которую только предстоит воплотить на экране. Например, актер Эдриан Броуди для того, чтобы вжиться в роль бедного польского пианиста, задавленного нацистами, продал свою квартиру на Манхэттене, машину и мобильный телефон. После этого он нанял музыкального репетитора и научился безупречно играть Шопена. Съемочная площадка рыдала, а режиссер оценил его усилия по достоинству. Дастин Хоффман добился культовой роли Ра Цурицу в фильме «Полуночный ковбой» после того, как подстроил себе встречу с продюсером, переодевшись в нищего. Несклонный к сантиментам продюсер тут же полез в карман за копеечкой на корочку хлеба. А когда актер раскрылся, то вместо копеечки получил контракт на миллион. Актрисе Ренеза Легер ради успешной роли толстушки-неудачницы пришлось изрядно набрать в весе, а потом потратить весь гонорар от съемок на фитнес и диеты. Чего не сделаешь ради достоверности. Скажи, из сериала про врачей, все-таки это про жизнь, да? Вот авторы вас случайно не вывозили в больницу? Авторы не вывозили в больницу, но я знаю, что Оля Краськова, которая снималась в первом сезоне, она провела в Склифосовском практически чуть ли не неделю, долгое время. Она там была. Я не была, я попала туда совсем недавно. По личным проблемам я порезала палец. В Склиф? И думаю, ночью поеду в Склиф. Прям поехалась. Думаю, все очень так, не обращая внимания, люди все очень так холодно ходят, все такие с холодным носом. На самом деле наблюдать было очень смешно. И я... Никто не узнает, никто тебе не говорит спасибо вам за Склифосовского. Никакого внимания. Я с этим огровавленным пальцем. Смешная история. Входит, значит, медсестра, такая достаточно приятная, такая добродушная женщина. Доктор не говорит ни слова вообще. То есть кладет мою, так сказать, руку. Я его что-то спрашиваю, он не отвечает. Эта женщина, медсестра, она меня смотрит и говорит, на доктора не смотрим, смотрим на меня. Что бы я, видимо, не видела, что он там делает или что-то, я кладу это. Значит, руку не смотрим на доктора, я смотрю на нее, она смотрит на меня, он мне шьет палец, она смотрит на меня. А в жизни вы гораздо симпатичнее. Все-таки она тебя признала. А ты почувствовала разницу между киногероями и реальными врачами? Как ты говоришь, врач даже не смотрит. Все ходят с холодным носом. Нет, ну все это наблюдение. Я сказала потом, что я обязательно, можно у вас возьму эту фразу и эту ситуацию. Я вас очень прошу, я это внесу в сериал. Однозначно. Это будет. Ну, уже потом она, естественно, веселилась, смеялась. Нет, они очень заняты делом. На самом деле я все, что я там посмотрела, я даже порадовала за то, что мы, по-моему, очень достойно все делаем в этом смысле. Извините, пожалуйста, скажите, когда я могу получить его обратно? Что значит, получить? Человек не посылка. Прямо так обращайтесь. Ну, посмотрим, его обследуем, а потом решим, не знаю еще. То есть сейчас у вас никакой информации нет? Ну, что, вам непонятно объяснила? Алло, Яков Михайлович. Да, сейчас никакой информации нет. Ну, а что я могу сделать? Ну, да, конечно, конечно, я буду здесь. Но если нужно, я ночевозить, останусь. Ну, кто это вам разрешит-то? Ночуете дома, здесь больница, не ночлежка. Извините меня, конечно. Тут просто вообще не разговаривают нормально с людьми, понимаете? Мне никто ничего не может объяснить. Я не разговариваю. А там-то у нас чего? Ань, ну, мне вот почему-то кажется, что режиссер Захаров, Марк Анатольевич, он не дает свободы артистам. Нет, я бы так не сказала. Это немножечко другая история. Он же ведь очень жесткий режиссер. Во-первых, он такой режиссер, именно режиссер. И мастер, вот он мастер. Как он это делает, я до сих пор не знаю. И сама не понимаю, что он делает, что ты играешь. Он не показывает тебе. Да, так. Он с тобой говорит на каком-то таком языке и таким невероятно своим только индивидуальным культурными какими-то намеками, что ты, если вот его слышишь, то у тебя просто это вот так вот вырисовывается, само по себе эта палитра. Он говорит намеками. Ведь он же не показывает. Я никогда не видела, чтобы Захаров походил и показывал, как это делает. Нет, так нет. Так нет, никогда. Я же говорю, что его феномен, что у него есть какая-то школа. Его только школа. Вот если ты работаешь с Захаровым, ты всегда будешь работать по его школе. Вот есть такой момент. Окажешься ли ты на съемочной площадке? Будешь ли ты работать с другими режиссерами? У артистов Ленкома есть это. Все работают по-захаровски. То есть, смотри, отработав 13 лет в Сатириконе, ты как будто забыла школу Райкина? Абсолютно понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. И сама неоднократно себе задавала этот вопрос. Вот именно, и ты не дай бог, не то что у Кости. У Кости другая история жизни. У Кости демократичнейший режиссер. Он всегда вместе с труппой. Он часть, так сказать, коллектива. Но он артист. Костя артист. А Марк Анатольевич именно мастер школы. Он рисует артистами. А Костя в силу своей природы, энергии, индивидуальности, он вместе с артистом, с каждым живет. Поэтому там говорят всегда, что у Кости все набираются, все похожи на Костю. Да-да-да, это правда. Это разные вещи. Это разные вещи. Школа Райкина – это школа его актерского темперамента, его райкинского природы. А школа Захарова – это форма. Его форма сценического существования, его постановки, в принципе, как существовать артистом в его форме. У него есть четкая форма. У него такой жесткий каркас, что эти спектакли долго живут. Да-да-да. Он юную на авось. Возьми, Фигаро сколько идут. Вот такой каркас. Ты же Марселина там? Ты же Марселина, Фигаро. Да. А, так я забыла этот прекрасный спектакль. Да-да-да. Мне тоже посчастливилось. Мама Фигаро. Мама Фигаро. Мама. Дима Певцов-то всегда смеется. Мама. Сынок. Ты любишь эту роль? Да. Да-да-да. Да, люблю. Я вообще, у меня вообще вечная история эти вводов. Вот самое сложное, что очень много ввожусь. И поэтому пока я это на себя не цеплю, для этого должно пройти единственное, что время. Тогда я начинаю любить. Сначала я ввожусь, и мне мешает чужая одежда. А потом, когда я под себя подминаю, все, тут я уже. Я не люблю первые спектакли. Мне нужно, чтобы прошло хотя бы 10 спектаклей. Тогда я успокаиваюсь. Я вообще очень нервничаю всегда. Но так не скажешь. Ой, да. Это вот Александр Викторович Зубруев, я тоже говорю, тут на вабанке за сценой. Он говорит, я не могу, Александр Викторович, я так нервничаю. Он говорит, да перестань, я тебе не верю. Я говорю, да у меня сердце трясется, понимаете, каждый раз. Чтобы они ушли все из зала. Зрители? Да. Я говорю, я их боюсь. Он говорит, по тебе не скажешь. Я говорю, ну, надеюсь, я все-таки профессиональный артист. По-моему, и не скажешь. У нее в гостях была суперпрофессиональная актриса, которую я очень люблю. Актриса театра Ленком Анна Якунина. Это была программа «Роли исполняют». Смотрите нас. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин